Передача медицинского опыта с помощью интернет-технологий. В столице Ненинского автономного округа открылась международная научно-практическая конференция «Арктическая телемедицина». В округе она проводится впервые. Среди участников более ста специалистов из этой области – из Шотландии, Норвегии, Югры, Якутии, Архангельской области. Съезд врачей продлится два дня. Алина Ваючейская продолжит. Медобслуживание населения на удаленных территориях в России и за рубежом осложняется тяжелыми климатическими условиями, отсутствием развитой транспортной инфраструктуры и значительной удаленностью населенных пунктов. Зачастую единственный способ оказания медпомощи в таких условиях – санавиация. Ее работа напрямую зависит от погоды. Кроме того, она требует значительных расходов. Решение проблемы специалисты видят во внедрении электронного здравоохранения. Телемедицина и информационные технологии – это тот инструмент, который позволяет создать современную систему здравоохранения, который реально обеспечивает единый высокий стандарт качества медицинской помощи и делает эту медицинскую помощь общедоступной. И важно, где вы живете – в Садовом кольце в Москве, в центре Нарьенмары или в небольшом поселке на берегу Летовитого океана. Ненецкий округ – регион с большим количеством труднодоступных и отдаленных населенных пунктов. Телемедицина в округе развивается давно. В 2004 году был открыт первый такой медкабинет. Сейчас, благодаря сотрудничеству с норвежскими коллегами, в округе работают 18 центров телемедицины. Их сеть продолжает развиваться. Возможности проекта подразумевают использование медицинского оборудования в системе телемедицинского оказания помощи. Причем проводится не только консультирование, но и диагностика. Смысл заключается в том, что у жителей села не всегда есть возможность общаться с врачом-специалистом, и не всегда есть возможность дешифровать то или иное исследование. Телемедицина позволяет установить медицинское оборудование в отдаленном населенном пункте. Медицинская сестра абсолютно обладает всеми навыками для того, чтобы снять это исследование и по каналу телемедицинской связи отправить в Ненецкую окружную больницу, где будет проведена дешифровка, просто введено консультирование и даны какие-то рекомендации. Кстати, специалисты считают, что телемедицина может стать хорошим подспорьем не только в населенных пунктах, но и на нефтяных месторождениях. В нефтегазовой промышленности она имеет одну цель – обеспечить здоровье работников буровых. С докладом на эту тему выступил сотрудник университетской больницы Северной Норвегии Одвар Хаген. Поставить диагноз обычно не составляет труда. Данные о пациенте легко передать. А вот когда дело касается оказания помощи и транспортировки пассажира, иногда стоит вопрос, потому что необходим вертолет. Компании могут сэкономить большее количество средств в случае, если им не надо будет транспортировать больного, а на месте оказать лечение. Над этим проектом сейчас работают как российские, так и зарубежные медики. Сходные условия, влияющие на развитие электронного здравоохранения в Арктике, создают основу для обмена мнениями, опыта между медицинскими работниками разных стран. С этой целью и проводится конференция. Кстати, на ней не только выступили с докладами, но и наглядно представили некоторые элементы электронных технологий. Так, например, в течение двух дней в фойе КДЦ работает демонстративная зона, где можно пройти регистрацию на портале госуслуг. В последующем это поможет воспользоваться электронным медицинским сервисом, например, записаться на прием к врачу через инфоматы.